Патриотический акт Мангелек Ель. Каким он будет? А также отобранные проекты общенационального движения Казахстан-2050. Все подробности наши зрители узнают из первых уст. Президент в ежегодном обращении к народу поручил своей администрации вместе с Ассамблеей народов Казахстана и Общенациональным движением Казахстан-2050 разработать патриотический акт. Мангелек Ель. Что уже есть на сегодняшний день? Рассказать нам об этом мы пригласили одну из самых активных участниц общенационального движения Улжанра Имжанова. Мангелек Ель это идея о вечном существовании Казахстана на политической карте мира. Это идейная вдохновляющая составляющая нашего народа, цель которого объединить все то, что у нас есть. Все те ключевые ценности, которыми обладает Казахстан, независимость, богатая история, культура, наш язык, наша многонациональность. И они должны вдохновить каждого из нас на поступки, на этот прорыв, на будущее и на все те ценности, которые глава государства отметил. Сколько времени займет разработка акта? Ак Мангелек Ель это очень серьезный документ, который, это не программа, которая имеет какой-то трех- или пятилетний срок. Это вечный документ, который должен, так же, как и сама идея Мангелек Ель, смочь прожить вечность. Поэтому, на самом деле, на данный момент идет очень серьезная работа по подготовке к разработке документа. То есть это будет и консолидация с политологами, это будет и сбор общественного мнения. Символом, наверное, акта Мангелек Ель станет триумфальная арка, которая была открыта в день 20-летия независимости Казахстана. И так же, как эта арка представляет, как монумент нашей независимости, нашей культуры, нашей нации. И так же, я надеюсь, этот документ сможет стать нечто таким незыблемым, тем, что останется в истории. Что касается самого движения Казахстана 2050, вот с каждым днем там участников больше и больше и больше. На сегодняшний день какое количество людей участвует в нем? На сегодняшний день свыше 130 официально зарегистрированных участников в движении. Могу сказать, что у нас намного больше фолловеров в Фейсбуке. Действительно, у нас на данный момент получается общенациональное движение, потому что у нас есть представители разных возрастов, разных профессий, разных городов и регионов Казахстана. И это позволяет нам действительно понять то, что мы представляем весь Казахстан. Открытое сообщество в Фейсбуке на данный момент у нас больше 700 фолловеров. Это людей, которые зашли, увидели то, чем мы занимаемся, они увидели наши заявления. Некоторые вывески о проекте. И они заинтересовались, и они хотят получать информацию. Мы только в начале декабря начали существовать как движение. И очень быстро объявился конкурс на сбор идей. Но мы получили достаточно обоснованные предложения, которые объясняли, зачем это нужно, какие будут эффекты для Казахстана, какие-то уже планы реализации. Три проекта, которые к нам поступили, они были связаны с молодежью. И как мы можем объединить мостами город и село. И три проекта, они были в общей тематике об этом, но у каждой было свое направление. И мы сейчас работаем над тем, чтобы объединить эти три проекта, чтобы не потерять ни одной идеи. Один из проектов называется «Going Green Today». Завязан зеленой экономикой. И этот проект, он именно направлен на то, как каждый человек может содействовать этому. Ну, своими ежедневными действиями. В быту, на работе, начиная со света, с воды, как бы с простейших вещей. Но общий эффект от того, что каждый будет задумываться об этом и предпринимать какие-то действия, на самом деле выливается в абсолютно большой ощутимый эффект для Казахстана. Расскажите поподробнее, как проходил весь процесс отбора проектов. Отбор проектов, на самом деле, был очень открытым. То есть, мы вывесили объявление о том, что сейчас набирается сбор идей. Затем было вынесено голосование. Голосование было открытым. У каждого участника было 10 голосов. И мы могли отдать их абсолютно за любые. Мы будем взаимодействовать и с министерствами, и с агентствами, и с региональными ведомствами. Есть у нас проекты, которые связаны с социальным лифтом. С тем, чтобы максимально сделать все доступные возможности, такие как гранты, такие как навыки по использованию техники, интернета и написанию даже CV. Максимально сделать эти навыки доступны всем. Что авторы проекта имеют от этого? Наверное, первое, что они получат, это моральное удовлетворение от того, что их идеи, они будут воплощаться. И они будут теми людьми, которые будут продвигать ее и видеть то, как она влияет на других людей и на страну. Второе, это будет возможность общаться с очень разными людьми. С теми людьми, которые заинтересованы в его сфере, которые являются в ней экспертами, специалистами, теми людьми, которые просто интересуются со СМИ. То есть это будет обогащение своих знаний, своих человеческих ресурсов. Хочу отметить то, что у нас для авторов нет финансовой составляющей от того, что их проекты были выбраны, так как каждый из авторов понимает то, что важна идея, важна инициатива, важно то, какой это даст результат. Для нас, для следующего поколения, для поколения, которое родится в 2050 году, и то, какой масштаб, и то, какое влияние это будет иметь в будущем. Блогеры запели. Половинка в исполнении Алишера Еликбаева, батарейка от Славы Неруш, а Андрей Манулов и Наримана Беев объединились в дуэт. Самые популярные блогеры в абсолютно новом амплуа. Это новый эксперимент от команды Вокса. К тому же проект благотворительный. Диск «Голос казахстанского блогера» уже в продаже. Вырученные средства передадут в общественный фонд. Я предложил блогерам Казнета записать и выпустить диск. Их знают, фоловят, репостят, читают, копируют их в твизречении, лайкают их новости. Тролят их фотографии и создают на них фальш-аккаунты. У людей, активно живущих в сети, много поклонников и друзей, френдов и читателей. Но это не самое главное. Мы решили сделать диск благотворительным. Его стоимость 3000 тенге. Нам показалось, что поют они весьма неплохо, но не все с нами согласны. Кто все эти люди и почему они поют картавы женским голосом? Вы удивитесь, но это популярные блогеры популярного Казнета. И подумать не могла даже, что у нас столько голосов хороших в Казнете. Только молодые подкачали. Похоже, песни не по себе выбрали. Возможно, это не последний подобный проект. Будет возможность исправиться. Друзья, блогеры, микроблогеры, те, кто не попал в первое издание, давайте организуем второе издание. А потом караоке-баттл стенка на стенку. Жириновский снова в центре внимания. Интернет-пользователи обсуждают его новую инициативу. Лидер ЛДПР предлагает увольнять чиновников, которые весят больше 80 килограмм. Сейчас весь мир борется с ожирением. Мы вводим стандарт 80 килограммов. Все, что выше, чиновников с работы увольнять. При этом сам Жириновский весит 98. Но к концу года пообещал похудеть до 90. Но даже так соответствовать предложенному самим же стандарту он не будет. И, соответственно, сам попадает в списки на вылет. Жириновскому 18 килограмм не одолеть. Придется уходить из Думы. Идеи интересные очень. И за то, что у нас на 18 килограммов больше положенного, респект. Наверное, хочет скинуть и доказать что-то окружающее. Вот это весомый аргумент. Безобразных не будет в госслужбе из-за здоровый образ жизни. Столичные водители придумали себе новую забаву. Экстремальные гонки на льду. В сети появилось видео этого зрелища. Смотрите сами. Автогонки, судя по кадрам, проходили ночью возле спорткомплекса «Казахстан». Участвовали в них не меньше 40 водителей на разных машинах. Впрочем, некоторые интернет-пользователи говорят, что раскатывают шины здесь уже несколько лет. Новичков становится все больше. Только почему, интересно, стражи порядка и администрация спорткомплекса этого не видят? Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами.